Но на самом деле сейчас очень много, особенно вот есть подкастов американских, кто разбирается в этом, нолицеологов, докторов, которые говорят и показывают, что серотонин как раз-таки это то, что наоборот вредит. Серотонин это не гормон удовольствия и счастья, как, к примеру, тот же дофамин. Он наоборот подавляет и вызывает чувство депрессии. Почему мало кому помогают антидепрессанты, вызывают привыкание, и ты как бы наоборот хуже себя чувствуешь. Даже многие вызывают как бы желание покончить жизнь самоубийством. Это прямо написано в антидепрессантах как противопоказание. Но смысл в том, что сейчас люди начинают это понимать, а это все было как бы, вот можете верить, не верить в теорию заговоров, это все было, естественно, забито. Сейчас очень сильно опять в Америке поднимается вот марихуана, ну, конопля, правильно, марихуана, это ее придумали слово как раз-таки, чтобы ее очернить. Вот ты хотел сказать, возвращаемся к органике. И грибы. Идут к органике именно к тому, что нужно восстанавливаться природными веществами, а не искусственными, которые как бы поднимают серотонин, что на самом деле, наоборот, ухудшает ситуацию. А почему они искусственные? Кто? Антидепрессанты? Нет. Например, Ну, я, может, неправильно выразился. Я не знаю, искусственные они... Серотонин, аминокислота, из которой сфиксируется серотонин, да. Но серотонин нам нужен. В общем, сейчас серотонин... На базе высыпания вырабатывается, потому что из серотонина вырабатывается мелатонин, который нам ослабляет, скажем так, чувствительность к свету и к слуху, и к звукам, и готовит нас постепенно к успокоению, то есть умиротворению. И мы готовимся через какое-то время ко сну. Вот. А дальше уже действуют гамм-рецепторы, гамм-аминомасляная кислота, и погружают тебя в глубокий наркотический сон. Поэтому серотонин... Серотонин вредный тем, что когда аутоиммунные заболевания, типа болезни крона, там, эти целики, еще прочее, в кишечнике серотонин очень сильно реагирует на... Гистамины на него реагируют, начинается аллергия. Вот те люди, у которых в мозгу уже плохо серотонин усваивается в нейронах, да, он усваивается, начинает в кишечнике. На кишечнике у него начинается именно иммунный ответ. И из-за этого он вредный, да, действительно. Именно антигистамины, препараты, захват обратного серотонина, там, и прочее, они провоцируют дисбаланс в организме, и из-за этого кишечник очень сильно страдает. Не мозг, кишечник, потому что мозг просто не пропускает серотонин, и рецепторы затыдляют. Он его блокирует, да, об этом и говорят, что наоборот. Да, и начинает восприниматься нейронами, которые в кишечнике, которые 70% нейронов всего организма, да. И вот там как раз идет вот это вот аутоиммунное заболевание. И вот все говорят, иммунная система, надо повышать иммунитет, ра-та-та, ра-та-та, но есть такие моменты, когда иммунитет нужно снижать. Снижать для того, чтобы он не кушал сам себя. Но это если аутоиммунное заболевание у тебя? Да, да, да. Так дело в том, что аутоиммунные заболевания, они вызываются в хронической форме определенными продуктами, в том числе определенной деятельностью. Не, ну это понятно, но я в своей жизни не встречал таких людей, у которых есть аутоиммунная. Я постоянно встречаю людей с болезнью крона. У них именно от того, что они постоянно кушают, постоянно кушают, еще фармакология, у них болезнь крона практически... А что это? Что за болезнь крона? Я что-то не помню. Болезнь крона, это когда идет перфорация кишечника, ты кровью какаешь там. Ну там это очень жестко. Это и цикилия, это что же, вот это все, глютен, это все та же история. Да, да, да. Но она не глютен чисто реагирует, не на серотонин. В глютене есть определенные аллергены, которые... Почему в глютене аллергены? Объясняю. Когда спящая пшеница, непророщенная, начинает употребляться в пищу, например, аутистами или еще некоторыми людьми, которые болеют сиолики, и у них аутоиммунный ответ, и перфорация кишечника происходит путем... Антитела начинают жрать кишечник. И это страшные боли, муки, там все нагноение постоянное, кровотечение, и потеря очень большая железа. По поводу короны, что большая железа, я тебе могу объяснить. Оно дело в том, что воздействует на асидворецепторы. Асидворецепторы, это ангиотензивные такие моменты, да, то есть именно, которые с сосудами связаны. Идет небольшая перфорация в этих сосудиках, да, в альвеолах легких идет перфорация, в желудке идет перфорация, в печники перфорация, и железо потихонечку с кровью выкапывает. Капает, 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 и постепенно развивается анемия. Вот, в этом плане. А что касается вакцины, то же самое происходит. Потому что она полностью имитирует вот это вот заболевание. Дело в том, что, вот хочу просто пояснить, что во время пандемии никогда вакцинацию не делают. Лекарство какое-то определенное принимают. Повышение иммунитета альфа-интерфероны принимают. То есть это очень хорошо борется с любыми вирусами, да, и бактериальными инфекциями. Но во время того, как все выздоровели, уже все перебороли, эту болезнь начинает культивировать как-то, все делать, и потом уже людям это все вживлять, когда нет самой эпидемии, когда ее в воздухе, так сказать, нет. Не, ну была же история такая, когда в 70-х в Москву там какой-то профессор завел черную оску из Индии. И они там Московскую область, там буквально за неделю все вакцинировали. Но там КГБ подключилось, там все. И они там было такое. Вот посмотри, на канале более такая штука опасная и более быстро распространялась. Вот, посмотри, Артур Шарифов есть такой блогер, у него есть фактические данные с историческими ссылками, ну с ссылками на исторические данные в архивах рассекреченных, где проводились опыты над миллионами людей, там КАДМИ распылялись с самолетов, там еще что-то, еще что-то. Их там, их поймали, естественно, судили. И они оправдывали, что это типа не вредно, мы там испытывали, как оно там оседает, как оно в легких оседает, мы испытывали людей. А есть люди, которые сифилис на них тестировали. Я видел, в Америке, в Америке. И сказали, что мы вас будем лечить, но вы к другим докторам не ходите. И они дождались до последней стадии, когда люди умерли от сифилиса, от последней конечной стадии. Это жесточайший эксперимент, в котором мы говорили, ребята, это все безвредно, это все без... вы заболели чем-то, мы вас будем там лечить. Теория заговора не существует. Теория заговора не существует. Писать книжку с той страшной историей. У нас правительство организовались и решили всех уколоть, да, потому что там Билл Гейтс, еще там кто-то придумали эту фигню, и надо будет эту фигню продать, потому что государство из бюджета тянет просто бешеные бабки. А так, по сути, витамин Д, правильно, эти самые, альфа-интерферон, правильно. Да, и не будет никаких проблем. Иммунная система будет хавать все, что хочешь. Любую клетку, пораженную какой-то инфекцией, она будет съедать с помощью текиллера. И текиллеры будут активироваться по всему телу, не будет никаких проблем. Даже иммунной системы бывает слишком много. Особенно у людей с автоиммунным заболеванием, на них вирусы не действуют. Потому что автоиммунная система настолько сильная, что она уничтожает все. Вот у меня есть герпес. Вот герпес не даст никакому вирусу зацепиться, никакой болячки. Он просто начинает конкурировать с ними, уничтожать клетки. И клетки выгнивают, потом вызревают, выплескивается жидкость, вот это все. И ни раковые клетки, ни вирусные какие-то инфекции, они не могут сопротивляться герпесу, потому что герпес их сразу дали. И посылают сразу те лимфоциты, и они, такие лиры, они начинают уничтожать клетки, съедать. Все. На теле вот тоже вот эта профанация, там сколько антител, это вообще не имеет значения. Важно вот именно те клетки. А людям об этом как бы не говорят. Антитела вообще, они ни при чем здесь. И почему на это реагируют? Ну, наверное, потому что надо что-то говорить. Самая интересная и знаменитая история по поводу теории заговоров связана с одними из самых знаменитых и известных писателей мира Хомингуэем. Он, когда жил, постоянно говорил, что за ним следит ЦРУ ФБР. Естественно, там все над ним смеялись, ржали. Ну, человек так и умер, он жил постоянно под этим страхом, под этим давлением. Бухал, да? Но когда рассекретили... Бухал на этой почве. Но когда рассекретили документы, оказалось, что за ним действительно следили. Вот тебе, понимаешь, нам... А, это теория заговора. Это специально так говорится, чтобы вот принизить это все. Вот знаешь, как некоторые очень некачественные люди, быдло, когда в разговоре, в дискуссии не могут доказать ничего, видят, что они как бы лажают, лажают, они начинают переходить на личности. Пытаются задавить человека, оскорбить его, принизить в глазах общественности. Ну, мы все знаем недавний пример такого человека. И поэтому так действуют все и всегда. Это психология. Не все, как Диас, могут нормально смотреть на вещи через призму здравого смысла своего, а не навязанного кого-то, кем-то, понимаешь. Не все же полизы. Но нельзя говорить, что теорий заговора не существует. Может быть, их и не существует, но существуют люди, которые стремятся к власти, стремятся к деньгам. Да, и поэтому это очевидно. Это заработок. Какая теория Закарова. Все люди хотят заработать. Все те, кто власть имущие, они хотят власти, подчинения и заработка. Им пофигу на все абсолютно, они зарабатывают баллы. Я же говорю, я сам кручусь на биржах, на IPO и брокерских системах. Я вижу, сколько стоит модерна, как она там прогрессирует, или падает, или еще что-то. Это бабки. Это бабки, которые с вас, с бюджетом выкладываются под формирование, борьбы с этой всей их кренью. И вам именно не бесплатно ее дают, а за ваш счет, за ваши налоги, и так далее, и так далее, и так далее. Им надо сбыт. Вот я помню, еще у нас Юлия Тимошенко была, когда, да, она там, вот этот птичий или свиной гриб, там надо вот эти все, там, антигриппозные вот эти препараты, вот, закупала, там она целые откаты получала за это, там бабки просто пешеные выходили. И люди бежали в аптеку, покупали все это дерьмо. Вы просто обратите внимание, что на протяжении последних 10 лет нас пытаются внушить, что там какие-то птичьи, свинячьи, какие-то Эбл, и постоянно все новое, 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 новое. И тут смотришь, сначала развернутые лаборатории в каких-то там областях, да, американские, проамериканские, а потом самолеты летают и оставляют бешеные там какие-то полосы. И потом люди начинают на машинах собирать там этой самой, он берет, например, пластиковую карточку, начинает собирать, берет магнит, а она, сука, магнитится. Вот. А в Сочи был недавно пример, люди вышли, а там цемент на машинах сверху с дождем выпал. Цемент. И что? Откуда он там взялся? Потому что там самолетики летают, что-то распыляют, а мы даже не знаем, что они там распыляли. Кто-то контролирует это? Нет, никто не контролирует. Когда смотришь самолетом, где-то соседний сбрасывает там какое-то, говорят, топливо сбрасывает. Да самолет топливо сбрасывает, когда ему надо сесть на пустых бак, допустим, время подсадка, или еще что-то такое. А то он сбрасывает что-то и спокойно садится себе на посадку. Такого не бывает. Топливо никто не будет скидывать такими-то ножами. Только в бешеных посадках. Бешеные баблища. Бешеные баблища. Он только в аварийной ситуации, когда садится на пудо, он скидывает топливо для того, чтобы не загореться, не взорваться. А вот эти вот басни рассказывает Крылова, что они скидывают топливо, просто такая вот вынужденная мера. Да никто не будет тратить такие бешеные баблища. Авиационное топливо. 12-15 тонн топлива. Не будут. А вы знаете, вот, и это есть в свободном доступе, и, кстати, Билл Гейтс, и они все это комментируют. По-моему, в ООН они там задолго еще до того, как мы услышали, какой-то коронии или что. Они провели, они провели, они провели то, они назвали это, как бы, имитация. Но если вы посмотрите и сравните, в Ютубе есть видео, где говорят они имитацию, и что происходит. И все происходит пошагово, один в один. Им задают вопрос, как так получилось? Они говорят, ну это совпадение, просто так получилось. А в Библии тоже написано, что стрик-коды будете на лбу на руках носить. Вот. Ну а почему бы не в телефоне это и есть твоя рука со стрик-кодом? Да мы уже давно все живем в матрице, можно сказать. Да, мы уже, мы уже все задуманы за нас. До 25-го года уже там каждому чип в голову ставить должны. Я не выдумываю законодательный акт, который принятый, на рассмотре, уже принятый во всех чтениях, что в 25-м году каждому гражданину должен быть привлен чип в мост. Это не выдумки, это реально директива конкретно Российской Федерации, мать его, и не только Российской Федерации, вообще всего мира. Вот. Каждому надо вживить в голову чип. Все, потому что ты потенциальный там. Террорист, еще кто-то, еще кто-то. И это не выдумки, это не заговор. Там конкретно написано черным по белому в официальных документах на, можете почитать, за 25-й год. Вот вопрос прилетел тоже. Можно ли заменить жим лежа на отжимания на брусьях с весом и ваше мнение о австралийских подтягиваниях? Серег, давай ты потом, Диас, а то мы говорим, а ты молчишь. А что я? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА